Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня небольшой ролик по очень популярным тревел-баллоночкам. Тревел значит короткая маленькая транспортная длина. Вот у нас решил снять на баллонке вот эти тревел самые популярные, да, то есть из всех, что есть. Это вот самые продаваемые и самые любимые для многих. Это Diamant от Salmos, Diamant Travel Ball. 4 метра и 4,5 метра. Ну вот транспортную длину сразу вам померю, обоих баллоночек, это 60 сантиметров. 60 сантиметров транспортная длина. Ну, соответственно, распаковываю при вас. Достаточно простой чехольчик, но при этом надежный. То есть действительно он как-то вызывает уверенность, скажем так. Он и приятный на ощупь, приятный на вид. Проклеено, прошито, все достаточно качественно. И материал сам такой достаточно прочный. Ну вот у нас в руках 4-х метровая. Смотрите, хороший чехол. Все закрывает. Колечки закрывает. Вот я первый раз ее разбираю при вас. Да, хороший, качественный, жесткий пластик. Вот такая баллонеска. Сейчас мы ее разложим. Вы посмотрите строй. Ну, здесь, наверное, стоит померить диаметр рукояти. Он будет у нас 21 миллиметр. Металлическая гайка. То есть можно ее где-то стукать, класть на что-то. Никаких проблем не вызывает. Надежная точность. Также она достаточно мощная. То есть ее можно ловить и в зарослях, и карпа, и сазанчика, и карася крупного. То есть, грубо говоря, бросить в багажник, и где нужно, быстро за 2 секунды ее разобрал, и все, и приступил к ловле. Усиление стоит на каждом коленце. Соответственно, сами колечки, не могу сказать, что они, ну, скажем так, дорогие. Нет, совсем они не дорогие, но они качественные и с хорошей керамической качественной вставкой. Давайте еще следующую откроем. 4,5 метра. Диаметр. Диаметр 25 миллиметров. 2,5 сантиметра. Точность такая же, с усилением на каждом коленце. Очень важный момент, это то, что, вот, посмотрите, перед кольцом есть такой наплыв специальный. Для того, чтобы при складывании этот наплыв упирается в предыдущее колено. Соответственно, для того, чтобы кольца друг от друга не бились. Это вот один такой важный момент. Простой, но очень правильно продуманный и качественно сделанный. Ну, соответственно, простейший дизайн. Катушка-держатель. Джинбо. Моделька называется. Это хороший, качественный держатель. С хорошей стали. То есть, сюда встают практически все катушки. То есть, никаких переживаний можете насчет этого не испытывать. Хороший. Прямо вот его открываешь, видно, что сталь не такая, как консервная банка, как некоторых держателей. Там, того и гляди, лапки вот эти, да, лепесточки отвалятся. Нет, здесь действительно металл такой хороший. Я вот поднимаю, прям уверенность чувствуется, зажимаю. Хороший ход. Да, я имею в виду, вот, сам ползуночек. Он работает в разных диапазонах по длине. То есть, позволяет сюда установить практически по ширине лапку, ну, наверное, любой катушки, которая существует. Ну, соответственно, удобно здесь расстояние, да, под локоть. Ну, у меня, наверное, средние длинные руки. Поэтому мне здесь все удобно. Давайте сейчас разложим их тогда, да, и хотя бы посмотрите строй. Ну, вот, господа, разложили. Начнем с 4-х метровой. Сразу смотрите строй. Быстрая, жесткая, силовая палочка. Поэтому люди ее любят. То есть, на карпа, на карася, леща, плотва, что угодно. Абсолютно универсал. В руках лежит легко. Вы посмотрите, даже вот при том недорогом уголечке относительно, ну, соответственно, и цены недорогой, строй очень правильный у баллоночки. То есть, не сказать, что она даже тревел-вариант. То есть, очень легкая палочка, правильно забалансированная. И очень приятно и легко лежит в руках. Вот, ну, я практически ее так не чувствую. Прям вот, очень хорошая удочка, мне нравится. Давайте нагрузим Константина Михайловича, попросим. И я вот на камеру ее подниму. Видите, какая она работает вся. То есть, вот с ростом нагрузки, она не перераспределяет усилие все дальше по коленам. Не получается так, что усилие останавливается на каком-то мягком колене, оно у нас может сломаться. Здесь, вы видите, вы можете форсированно вываживать и карпика рыбхозного, и карася из камышей выдирать. Вот, хорошая, мощная такая палочка, но при этом очень и надежная, и недорогая. И четырех с половиной, четыре с половиной метра. Ну, смотрите, точно такой же строй. Тоже приятная удочка, очень в руках лежит и колечки. Видите, на бланке они и невысоко задраны, и в то же время не прижаты. Поэтому, вот как тревел-вариант, это просто шикарная палка. И там, сальмовцы молодцы, что такое сделали. Ну, нагрузим четыре с половиной метра. Ну, смотрите, идентичная палочка. Идентичная по загрузке, по нагрузке. Вот я специально так кручу, чтобы со всех сторон было видно. Поэтому берите, пока они есть. Потому что люди действительно их берут каждый день пачками, что называется. Это действительно, я сам не ожидал. Если честно, да, мы их взяли сначала совсем чуть-чуть. У нас их за два дня все раскупили, все 20 штук. Вот, а сейчас мы их набрали достаточно много. Потому что люди приходят, спрашивают, покупают. Поэтому, вот, Сальма Диамонт Тревел Бола, пожалуйста. Четыре, четыре с половиной метра. Самая востребованная длина. Ну, вот, господа, мы посмотрели, разложили. Вы увидели, что действительно вещи хорошие, качественные и очень востребованные для людей. Но я смотрю, просто нигде информации практически о них нет. Очень мало. Здесь вот я вам, насколько мог, рассказал. Если нужно, допустим, просто сейчас вспомнил, что кто-то меня спрашивал, диаметр нижнего кольца. Ну, не знаю, зачем это нужно, честно говоря. Но расспросили, вот, меряю 11 миллиметров. Практически, как на Фидерисе. То есть, ну, колечки приятные. Сама удочка вызывает такое вот ощущение надежности. Подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, канал Ютьюба. Обязательно не смотрите без подписки, пожалуйста, мои ролики. Вам это воздастся от меня в плане того, что если вы купите удилище какое-то у нас, то для вас это будет бесплатные две запчасти в год в период проведения акции. Поэтому всего вам доброго и до новых встреч.